Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу начать приготовление испанского супчика, переиначенного на русский лад. Сейчас все поясню. В Испании очень популярен странный, на мой взгляд, суп. В магазинах даже наборы под него продаются. Отдельно мясные, отдельно овощные. Вот смотрите, это стандартный набор овощей. Здесь морковь, сельдерей, брюк, пастернак, репа. Это мясной набор, он неполный. Здесь кость свиная, кусок сала. Вот это кость хамона, вот эта темная такая. Сюда еще должны входить курица, ее отдельно покупают, отдельно колбаску покупают и прочее. Вот, пожалуйста, это мясной шар. Такой вот в чистом виде, а вот такой прям в сетке. Видите, пилотос кассидо. Пилотос значит мяч. Не очень похоже на мяч, но тем не менее. Как это готовится? В здоровенную кастрюлю закладываются все овощи из этого набора, закладывается среднеазиатский горох, нут, закладывается все мясо из набора, добавляется курица, плавинка, как правило, курица. Добавляется колбаски сырые, бутифары, называются испанские, ну, типа наших купат, здоровенные свиные колбаски, только чуть позже. Добавляется здоровенный фарш, шар из фарша. Все дело варится часов в пять. Затем все вынимают из бульона и в нем варят макарошки. Это называется суп. Курица еще куда-нибудь используют, а к этому супу, к бульону, подают отдельно мясо, нарезанное кусочками, отдельно горох отваренный. Вот такая вот картинка. Так вот, вы сейчас видели, этот стандартный набор мяса содержит в себе кость хамона сыровяленого. Причем, чем старше хамон, тем лучше. На мой вкус, эта кость придает бульону готовому очень неприятный и вкус, и запах. Поэтому я решил в этом испанском супе вот эту вот страшную, на мой взгляд, кость заменить копчеными ребрышками. Всем знакомыми, свиными. Но для начала их надо засолить, надо затем уже и закоптить. Ребра солю сухим методом. Из расчета 10 грамм поваренной плюс 10 грамм нитритной соли на килограмм ребрышек. И в холодильник на двое-трое суток, как получится. А вот эту вот ножку симпатичную, смотрите, ее разрубили уже аккуратненько, красота какая. И вот эта вот пара кусманов, это свиной хвост и свиной же как крестец, что называется, не знаю. Их засолю в рассоле. Рассол без нитритки. 200 грамм поваренной соли на литр воды. И это дело тоже в холодильник на те же двое-трое суток. Оставайтесь на линии. Ребра просаливались двое суток. И сейчас их надо подвялить. Пусть повисят при комнатной температуре сегодня. А на ночь их отправлю коптиться. Ножки и хвост сейчас положу вымачиваться. Часа на два в прохладную воду. Отлично, все вымочилось. Теперь для придания яркости вкуса все это нужно хорошенько подрумянить в духовке. Вместе с овощами. Задача не запечь до готовности, а получить такую яркую поджаристую корочку на поверхности продуктов. Поэтому буду делать это под верхним грилем на высокой температуре. Еще и режим конвекции включу. Температура 200 градусов. То есть принцип то же самое, что и при запекании продуктов для диногляса. Я хочу в готовом супе от вот этих вот поджаренных продуктов получить вкус поджаристой корочки. То есть мне нужно сейчас интенсифицировать реакцию Майяра. Глубокая ночь, пора коптить. За день подвялились эти два куска. Вот они блестят. Вы видите, как будто лаком покрыты и при этом сухи абсолютно. Коптить буду в своей самодельной коптильне. Ролик про ее изготовление был. Ссылку ищите в описании видео. Работает она при помощи вот этого дымогенератора пассивного. Надо его распалить. Так, ну и подвешиваем сюда. Коптится будет всю ночь. Температуру я выставил на 20 градусов. Учитывая вот эти холода, наверное, будет 18-20 держаться где-то так. Завтра с утра продолжим процесс. Оставайтесь с нами. Наконец-то к сегодняшнему дню все подготовительные процедуры завершены. Ребра прокоптились и отвеселись, проветриваясь полдня. Немножки хвостые овощи запеклись. Все остальное мясо я подготовил. Здесь куриные желудочки, фарш из говядины и свинины. Колбаса выложила для красы целую. Но в кастрюлю отправили только небольшой кусок от всего этого великолепия. Вообще, конечно, испанцы готовят такой суп на большую компанию. В большом объеме. Кастрюля для него нужна литров на 8-10 объемом. У меня самая большая на 5 литров, поэтому и куски поменьше размером будут. Время варки для разных продуктов разное. Поэтому сюда сейчас отправятся овощи, ножка и хвостовая часть поросенка. Ну и горох, конечно. Овощи из кастрюли минут через 30-40 после закипания удалю. Где-то через 2 часа от начала варки добавлю куриные потрошка. Хотя обо всем по порядку. Пену, естественно, надо снимать и варить почти без всякого кипения. Так, чтобы изредка побулькивало. Я пока сделаю мясной шар. Видели на этикетке из магазина, да? Кассида до пилота. Кассида – это бульон, пилота, шар или мяч, если хотите. Футбольный мяч у испанцев, кстати, это тоже пилота. Надо приправить солью, перцем, немного панировочных сухарей и очень тщательно перемешать. Вот так. Остается слепить шар. И оставить его дожидаться своей участи. Кстати, иногда испанцы, чтобы в здоровенной кастрюле мясо потом не вылавливать, варят горох куриный потрошка в мешочках. Когда сварятся, вылавливают эти мешочки из кастрюли. И все, всяко проще, чем 10-литровую кастрюлю с кипящим бульоном волокоть на плите, тяжеленную. 40 минут прошло, пора вынимать овощи. Они все, что могли, в бульон уже отдали. Еще полтора часа прошло. Пора отправить сюда желудки. Еще полчаса прошло. Пришла пора положить ребра. Еще 40 минут прошло. Теперь мясной шар в бульон. Еще 20 минут прошло. Настала пора колбаски. Калибр колбаски небольшой. Варится ей всего минут 20, так что уже можно посолить. Бульон не успеет. Он теперь сильно выкипеть и добавит в лавровый лист. Все, когда варка закончится, нужно будет вынуть все из бульона, мясо нарезать, горох рядом выложить. А в бульоне отварить макарошки. Но такой испанский, слегка переделанный в соответствии с российскими традициями суп получился. Переделка заключалась, напомню, в том, что я заменил вот эту, на мой взгляд, вонючую прямо-таки кость хамона с прогорклым жиром вот этим вот неприятную на классические свиные ребрышки копченые. Очень приятные. То есть это ароматика, вкус и ароматика классического русского горохового супа с копченостями. Давайте пробовать. Так, начну, конечно, с бульончика и с вот этой вот, с макарошками. Так. Слушайте, бульон дико насыщенный, классный, вкусный. Жир я с него старательно снимал. Прям классный, слушайте, прям очень приятный. Так, ну, а теперь пройдемся по миску. Ну, начну я с ребрышек, естественно. Слушайте. Прекрасно. Обалденные ребрышки, прекрасно сварились, дали свою ароматику. Они прекрасно просолены, прекрасно прокоптились. Замечательно. Тут, как я себе представляю, я не видел, как испанцы непосредственно сами едят. Я на испанских застольях не был, я не видел, как они готовят, как едят, не видел. Так вот, я думаю, что здесь каждый в тарелку может себе того мяса положить, которое ему нравится. То есть, положить в тарелку супчиков с макаронами, с макаронами, бульончика наваристого, наложить себе горошку вот этого и наложить мясо, которое ему по вкусу. Так, мне по вкусу, что же мне по вкусу будет следующая? Следующая колбаска. Следующая будет колбаска. Так, вот она. Это бутефара испанская. Слегка напоминает такую сосиску-сардельку от домашнего приготовления. Не как вот магазинные вот эти вот, сейчас неприятные, соевые, а такая хорошая, мясная, замечательная. Так, следующая. Следующая по плану. Следующая по плану. Ну, например, вот этот пилота. Мяч или шар мясной. Фрикаделька. Классно. Классно. Ну и, ну и, что же такое попробовать? Кстати, интересно такое состояние перед полным столом, знаешь, разного мяса, вы говорите, что же такого вкусного попробовать? Следующая будет вот эта, наверное, ножка свиная. Вот это вот, да. Весь, значит, с прожилками вот этими самыми, вся в коллагене. Замечательно. Бульон мне пришлось засолить минимально, потому что и свинина была предварительно посолена, и ребрышки соленые. Так что и вот этот мяч, вот этот шар, я тоже посолил фарш, не сильно посолил. Так что все очень в меру. Слушайте, короче, здесь пробовать можно все долго. Вот еще вот куриный желудочек. Обожаю. Это классно, это не быстро, но, на мой взгляд, безусловно, празднично. Если вы захотите устроить такой, знаете, испанский вечер для друзей, заранее, ну, даже если сами не будете коптить ребра, ну, купите, короче, в магазине, свиные ребра копченые, колбаску, ну, колбаску можно заменить, наверное, в конце концов какой-нибудь хорошей сарделькой или сосиской. А все остальное что-то сами сделаете. Варите долго, не менее, там, 4,5-5 часов, в зависимости от того, какое мясо вы берете, и получаете классное такое интересное застольное блюдо с интересной, на мой взгляд, подачей. Короче, готовьте, пробуйте и наслаждайтесь. Приобщайтесь к испанской кухне. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Бульничка. Субтитры сделал DimaTorzok